всем привет друзья мудрости и добра всем и сегодня сегодня наша речь пойдет о вреде и свойствах желтого чая из египта хельба еще одно популярное название этого напитка именно эти два названия чаще всего привязываются к этому напитку хельба и желтый чай только не стоит путать чай хельба с привычным нам чайным кустом этот желтый чай изготавливают не из листьев или цветов а из семян пожитника сенного само растение принадлежит семейству бобовых в зависимости от региона существует разные сорта желтого чая и название хельба пожитник сенной пожитник греческий чамман шамбала фену грек и много других имен чаще всего наши туристы привозят желтый чай из египта отсюда и его название на просторах нашей родины но пожитник сенной также произрастает в китае индии восточной европе турции ираке иране средней азии и на кавказе разберем состав и полезное свойство желтого египтского чая хельба в составе семян находятся витамины групп b а именно тиамин b1 рибофлавин b2 кислота фолиевая b6 но не в значительных количествах содержится витамин а c и никотиновая кислота в составе пожитника также присутствуют такие минералы как железо кальций магний натрий калий фосфор богат незаменимыми аминокислотами для нашего организма изолейцин триптофан лизин и другие полезное свойство чая хельба поистине многогранны в разных странах мира его считали чуть ли не лекарством от всех болезней и даже прописывали лечение хельбой и желтым чаем перечислим полезное свойство желтого египетского чая первое обладает сильным отхаркивающим действием и полезен при лечении бронхита туберкулеза бронхиальной астмы пневмонии второе является сильным противовирусным средством и поэтому рекомендуется употреблять при простудах третье способен бороться со стоматитом и воспалением десен четвертое может применяться при заболеваниях желудочно-кишечного тракта язва желудка язва 12 перстной кишки гастрит холецистит дизентерия заболевания поджелудочной железы очищает кишечник от шлаков пятое снимает вздутие живота полезен при метеоризмах запорах помогает при болях в животе шестое частое употребление желтого чая из египта оказывает пользу для кровеносной системы укрепляет стенки сосудов седьмое рекомендуется употреблять при стрессах успокаивая нервную систему снижает раздраженность повышает работоспособность восьмое очищает почки растворяет камни в почках оказывает благотворное действие на желчный пузырь обладает легким мочегонным эффектом 9 желтый чай является природным афродизиаком поэтому рекомендуется для повышения половой активности 10 благодаря веществам входящим в состав полезного желтого чая помогает снижать холестерин в организме 11 приписывают лечебные свойства чаю из египта при болях в конечностях и суставах артрите артрозе остеопорозе и других 12 рекомендуется употреблять в комплексе с лечением при сахарном диабете а также для профилактики заболевания 13 усиливает иммунную систему на этом перечень полезных свойств чая из египта не заканчивается также он полезен для женского организма для женского организма хельба может сыграть немалую роль снижает интенсивность преждевременного старения из-за дефицита женских половых гормонов у женщин в возрасте полезен чай для восстановления гормональной системы организма из-за входящих в состав фолиевой кислоты и фитоэстрогенов если девушка испытывает боли при менструациях сбоях и нарушениях менструальных циклах также стоит включить в свой рацион желтый чай небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности прикройте глаза расслабьтесь и вспомните а не забыли ли вы поставить лайк под этим видео а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых добрых и постоянно развивающихся личностей чаще тренируйте осознанность всем добра и мудрости а мы продолжаем рекомендуют употреблять чай на последнем месяце беременности но именно на последнем на протяжении первых 8 месяцев откажитесь от напитка так как он провоцирует выкидыш и может вызвать кровотечение полезен чай во время кормления ребенка грудью для повышения лактации способствует улучшению микрофлоры желудка кишечника а для девушек еще и улучшение микрофлоры влагалища также можно использовать остатки отвара в косметических целях наносите и промывайте волосы для улучшения их состояния оказывает омолаживающий эффект на кожу поэтому применяйте в качестве масок для лица наносите отвар на руки каких-то невероятных свойств для похудения за хельбой не встречается но это не значит что он совершенно бесполезен люди садятся на диету и при изменении своего рациона часто впадают в депрессию они постоянно нервничают по любому поводу у них повышается стресс как раз в эти периоды одно из свойств желтого чая из египта принесет пользу а именно он как раз и снизит все эти негативные последствия так как желтый чай обладает эффектом антистресса еще много людей отмечают что при употреблении напитка у них снижается аппетит поэтому пейте его промежутках между приемами пищи чтобы бороться с голодом также за счет легкого мочегонного эффекта желтого чая вы будете чаще выводить продукты распада из организма что естественно благотворно скажется на нем в целом при всех перечисленных положительных свойствах напитка какие противопоказания имеет желтый чай из египта противопоказаний и возможного вреда от желтого чая немного но они есть как было сказано выше во время беременности а именно на первых восьми месяцах откажитесь от напитка так как он может вызвать кровотечение и выкидыш не стоит употреблять напиток людям у которых инсулинозависимая форма диабета аллергикам стоит начинать употреблять чай с малых порций чтобы проверить свою реакцию на этот напиток и при нормальной реакции организма постепенно увеличивать порции и количество если на каком-то этапе у вас появились аллергические реакции естественно от желтого чая придется отказаться как все-таки правильно заваривать египетский желтый чай хельба если это и не чай вовсе действительно употребляют в пищу именно семена пожитника да и на родине этого растения его используют еще и как специю не только делают отвары и настойки но и растирают в порошок и приправляют блюда традиционный для нас способ заваривания для приготовления напитка из хельбы не подходит при заваривании кипятком не раскроется весь вкус и не высвободятся полезные вещества из семян самым популярным и правильным способом рецептом приготовления желтого чая будет такой первое для начала семена должны быть растерты в порошок если вдруг у вас оказались цельные разотрите их второе добавьте металлическую посуду или турку тертые семена соотношение воды и порошка выберите на свой вкус чем больше порошка вы положите тем более терпким будет вкус третье залейте в посуду кипяток и поставьте на плиту напиток нужно варить на огне немного выше среднего отваривайте в течение девяти десяти минут четвертое дайте напитку немного остыть пятое все можете употреблять этот божественный нектар мы поговорили с вами о полезных свойствах желтого чая из египта хельба как его правильно заваривать и о том в каких случаях его не стоит употреблять почему этот чай и не чай вовсе надеюсь информация была для вас полезной и естественно чаще употребляйте этот полезный и благородный египетский напиток и чаще читайте интересные и полезные статьи на нашем портале например о пользе и вреде еще более изысканного белого чая о том можно ли пить горячий чай с медом или молоком а полезных свойствах чая с яблоком малиной облепихой и многое многое другое на сегодня все желаем вам хорошего здоровья и добрых дел но на этом еще не конец вернее все только начинается большая просьба именно к тебе лично не забудь подписаться на этот канал обучение общения и саморазвития чтобы каждый день становиться все успешнее осознаннее добрее и мудрее развиваясь вместе с нами и нашими экспертами а главное общаясь с огромным сообществом развивающихся в разных направлениях людей среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами которые будут тебя мотивировать к новым достижениям не бойся дружить советовать и помогать другим в комментариях и конечно чтобы получать оповещение последних и самых полезных видео рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик также не забудь поставить лайк если тебе понравилось видео напиши свое мнение или вопрос по теме а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто ведь мы читаем все комментарии поддержи нас и развивайся вместе с нами ну и конечно если ты больше любишь читать то заходи на наш официальный сайт портал обучение саморазвития где можно найти тот же материал и в печатном виде ссылка на эту статью на сайте будет в описании а если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу и главное не забудь поделиться этим видео с друзьями давай делать больше хороших дел распространять знания и помогать друг другу доброты и мудрости к сожалению так не хватает этому миру а на этом будем прощаться рекомендую посмотреть и другие видео в том числе на непривычные для тебя темы важных направлений саморазвития на самом деле очень много поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов чтобы каждый мог найти нужное а также имел возможность развиваться в разных темах а не только зацикливаться одной сужая тем самым свое видение мышление и мировоззрение естественно желаю тебе в любом случае мудрости любви успеха и всех остальных благ хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня а сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни или чтобы стать еще мудрее переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведение или из тех которые ты сейчас увидишь перед собой на экране всем добра а